коллеги всем привет с вами халеба евгений трейдер и финансовый аналитик в этом видео мы с вами поговорим о поводу американского доллара посмотрим на него широко посмотрим на основные детерминанты с точки зрения фундаментального и технического анализа взглянем на этот рынок что хотелось бы сказать вчера прошло совещание фрс заседание фрс фрс выпустила свои свежие оценки прогнозы по ввп инфляции безработицы ставкам на этот и последующие годы да кстати сегодня четверг выпуск для спонсора выходит по четвергам подписаться на спонсорский канал вы можете перейдя по платежному боту но есть одно но для россиян нужно писать в личку потому что не все так просто теперь в наши дни поэтому есть способы как оформить подписку кому принципиально пишите в личку в телеге ссылку я наличку оставлю в описании к этому видео и мы можем пообщаться на эту тему а вот вышли вчера да данные по прогнозы фрс повышенные прогнозы по инфляции поставки сейчас мы это все с вами разберем посмотрим самый главный вопрос да что происходит с долларом когда повышается ставка по моему очевидно очевиден ответ а конечно доллар укрепляется а вот ну и риторика пауэлла на пресс-конференции на мой взгляд было достаточно жесткая о чем тоже мы поговорим в этом выпуске ну что же давайте приступим начнем мы с вами с модели с моей ценовой модели которая прогнозирует перспективы котировок индекса доллара итак друзья синяя линия с продлевающие красная это ценовая модель сожалению обновляется она ну вот так глобально раз квартал потому что входит в неё один из базовых на мой взгляд показателей из изма из международной макроэкономической теории соотношение двух экономик да я беру конечно же антагонисты евро и если доллар и эти показатели строятся на данных по ввп по дефлятору то есть это те данные которые выходят раз квартал я это просто продлеваю и три показателя меняются ежемесячно ну собственно что хотелось бы сказать на февраль месяц динамика была очень устойчива то есть мы видим что торгово взвешенный индекс доллара он феврале повторял за моделью но в марте уже есть структурные изменения глобальные изменения конечно спрос пошел хотя нельзя сказать что доллар прям сильно выросла учитывая ту коррекцию которую мы наблюдаем на этой неделе вот поэтому свежая модель будет уже скорее всего в следующем выпуске я надеюсь что данная за четвертый квартал уже выйдут полноценно пока нету дефлятора в сзади за четвертый квартал только за третий поэтому вот такая вот история запаздывающая но получим свежие данные будет свежая модель сейчас стоит папа и понимать 11 немаловажный факт что фрс ужесточается гораздо активней чем ецб поэтому здесь надо понимать что перспективы все-таки с точки зрения монетарной политики у доллара крайне привлекательны то есть я ожидаю все все-таки рост но с точки зрения отклонения от среднего на мой взгляд отклонения ну и да здесь у нас на май на март снижение но до ввиду новых вводных которые мы с вами видим я имею ввиду вчерашнее заседание фрс было достаточно жестким неожиданно жестким я бы так сказал и это дело мы сейчас еще с вами посмотрим по поводу фрс кстати я вынес эту картинку но давайте ее здесь немножко она конечно я сильно растянул но не обессудьте на на самом деле что здесь важно то что fed прогнозирует то есть консенсус поставки 1 и 9 процента на конец года ну примерно 2 процента на конец года то есть это одно повышение на 0 5 процента на каком-то из 6 оставшихся заседаний и по 0 25 на остальных то есть на каждом заседании будет повышаться ставка при этом фэд заявил о том что мы о том что на следующем заседании то бишь в мае начнется сокращение баланса и в общем-то я это ожидаю вполне возможно что в мае мы получим повышение ставки на 0 5 процента и переход к сокращению баланса сокращение баланса это всегда ужесточение финансовых условий что в общем-то сейчас уже мы начали наблюдать помой по спредом на на рынке ставок даст к скажем так в америке в пятницу я планирую выпустить свой обзор долларовой ликвидности денежный рынок сша и там не затронуть тему как меняется денежный рынок как он приспосабливается до в условиях перехода к юти поэтому следите за моим основным каналом telegram ссылка в описании переходите смотрите ну и техническая картина отклонение среднего значения мы видим всплеск который наблюдался на прошлой неделе он практически дошел до второго стандартного отклонения сверху который я служит неким сопротивлением да то есть это важные уровни важный уровень повод этому способу оценки котировок да есть история 15 года когда просто вынесла очень сильно то есть это черный лебедь на самом деле на сегодняшний день тоже вполне возможно вот такое ожидание но пока что мы просто подошли вот да ну да даже даже еще и не подошли вот это к этому уровню то есть в общем то еще есть зазорчик куда порасти но доллар начинает становиться перекупленным при этом я считаю что есть все условия для того чтобы сделать вот такой шпиль который у нас был в 2015 году для этого нужно пройти первое отклонение и удержаться да то есть быть вот скажем так в крупном тренде но если мерить дальше инструментами тех анализа то в общем то район 100 101 пробой его до приведет к дальнейшему росту к 100 к 100 4 он если 104 проходим то мы будем шуровать на 112 112 5 то здесь вот уже на мой взгляд финальный финальный рост цикла который начался после первого кризиса по после кризиса 8 года с 2011 года вот цикл роста мы продолжаем находиться в цикле роста доллара и на сегодняшний день то есть да я жду 100 101 как здесь будет у нас вести себя цена если будем активно проходить дальше 104 ну и в принципе можем до получить историю 14 15 годов такой крепкий вынос все на фоне конечно же этот рост на фоне ужесточения денежно-кредитной политики фрс на сегодняшний день выглядит наиболее ястребинным со всех развитых центральных банков но имеющим вес конечно я не беру банк новой зеландии там или еще кого-то на дневках тех анализ что мы здесь имеем да есть вы нас есть выход из тренда кстати вот тренд который был здесь у меня ранее нанесен кто кто давно меня смотрит помнит этот канал который я наносил он полностью уже сломан и здесь есть некая боковая проторговка да вот возможно это формируется треугольник возможно такая какая-то нисходящая диагональ но тем не менее мы остаемся на высоких уровнях и рынок накапливает на мой взгляд для продолжения роста дальнейший рост переведет к пробою 101 ну и дальше уже вопрос если мы проходим 101 да вот эти предыдущие такие вот важные на мой взгляд уровне проторговки но они уже достаточно устаревшие но тем не менее да я их оставил ну как один из промежуточных уровней движения к 104 потому что на самом деле на мой взгляд секущих уровней особых 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 зон сопротивления по доллару нету под x только на на 104 есть промежуточная слабенькая до 100 101 вот я жду как мы когда мы ее про пробьем дальше стоит 104 там скорее всего уже будет заминка вот поэтому на текущий год я ожидаю дальнейший рост доллара ну и давайте сейчас дальше у нас уже будет кухня поэтому давайте подытожим этот выпуск подытожим именно прогноз ценовой и так друзья ну на самом деле фрс вчера оказался достаточно жестким я прям слушал и диву давался что говорит павел павел проговорил о том что он так завуалировано сказал что активы остаются переоцененными да то есть он сказал что финансовые условия должны прийти в норму то есть вот на мой взгляд это отсылка к тому что имеется пузыри на рынке акций конечно есть момент очень важный с загибанием длинного края по кривой доходности то есть доходности прямо 20 плюс 3 3 желез уже ниже чем денежного рынка то есть там 25 лет там и но и так далее это очень важно потому что момент крайне сложный для коммерческих банков которые должны получить инструмент переноса процентного риска на дальний край мы конечно я убежден в том что переход к сокращению баланса в первую очередь не не только связано с денежным навесом но и с процессом управления кривой доходности то есть доходности длинных три желез нужно повысить то есть нужно продать длинные три желез для того чтобы оказать давление на цены то есть скажем так это компенсация спроса на длинные три желез в момент переноса риска который присущ циклу повышению ставок поэтому это сейчас мы будем наблюдать но я поле почему-то уверен что спрос на длинные три желез все равно будет превышать их предложение даже в условиях сокращение баланса ну и тем более сокращение баланса скорее всего она начнется не ранее чем летом хотя павел упоминает что возможно но начнется до майского заседания то есть решение могут быть экстренными на и павел не отрицает то что фрс работает по месту если в случае необходимости все инструменты будут из использованы в моменте ну на самом деле это также еще и говорит о том что фрс вероятнее всего опоздала и павел это признает потому что теперь есть экстренное заседание первое мы видели в после данных по после данных по инфляции за январь феврале сразу было экстренное совещание на котором ничего не приняли но видимо они вот прощупывая до рынок что будет если будут экстренное заседание там что-то будет приниматься вот исходя из чего я больше чем уверен что жесткость фрс приведет к тому что доллар будет только укрепляться ну и мы сейчас еще посмотрим по ряду метрик на что внутренний рынок тоже предрасположен к дефициту ликвидности в моменте ужесточения денежно критной политики и что с ним происходит с долларом в эти моменты в эти циклы также есть момент по условиям торговли которые тоже детерминируют неплохо котировки индекса доллара и тоже указывают на дальнейшее его укрепление дальнейшее его укрепление ну и конечно относительная слабость и cb которая связана с закредитованностью государств южных стран да то есть именно госдолг той же греции и талии очень высокий поэтому их нельзя оставить без денег исходя и поэтому на прошлой неделе лигард но и ецб в целом объявили о рассмотрении каких-то локальных программ киеве 750 миллиардов евро наверное ежемесячная бой будет их объем скорее всего вот и они направлены именно вот на эти на те страны которые проблемные в составе есть как на это отреагируют северные страны я думаю что будет некая конфронтация но все прекрасно понимают что будет сложно будет сложно не дать этих денег потому что это будет говорить о начале даже возможных дефолтах южных стран поэтому вот относительная слабость я ецб фрс она конечно же в пользу роста доллара в пользу того что евро будет слабее а вот исходя из этого я продолжаю отыгрывать тот сценарий который я нарисовал на месячном графике то есть движение к 112 100 к 112 500 промежуточные уровни 100 101 он еще и важный психологически потому что круглая дата да то есть круг круглая цифра что стоим надо дальше по после проходки 101 104 у нас там важный уровень ну и будет не некая там скорее всего заминочка потому что его пробить будет сложно хотя к тому времени нужно посмотреть что это будет вероятнее всего это будет уже в мая после заседания фрс до этого скорее всего цена будет двигаться постепенно к 104 вот такой сценарий на мой взгляд более-менее вписывается в общий фон ну и локально если говорить уж на дневках да то там есть проторговка сейчас есть но некий момент локальной бифуркации то есть это либо же треугольник либо же какая-то диагональка вниз abc до зигзаг на либо более сложные модели и затяжные да то есть но я думаю что весь фон указывает на то что рынок доллара будет иметь поддержку поэтому скорее всего локальная коллекция будет боковая вот с дальнейшим продолжением с дальнейшим выходом вверх ну что друзья теперь кому интересно это больше даже вот обучающий мой материал да уже идет по фундаментальному анализу основные детерминанты курса доллара который я использую в своих оценках милости прошу продолжим наш анализ итак первая картинка это неопределенность денежно-кредитной политики есть такой индекс неопределенности денежно-кредитной политики в америке синяя линия это годовая его динамика индекс доллара также годовая динамика также в годовой динамике на февраль месяц немного даты нужно исправить на февраль месяц у нас продолжался рост индекса неопределенности да но при этом доллар загнулся тогда я писал в своем канале телеграмм когда когда транслировал эту картинку что это на это говорит о не недооцененности доллара и доллар будет еще расти в общем то так марте мы мы получили данное понятное дело что на февраль на март данных еще и они будут в конце месяца то есть она в начале апреля буду данная за за март вот поэтому на мой взгляд с точки зрения неопределенность один нежно-кредитной политики это неопределенность будет только нарастать потому что фрс мало того что стала более жесткой чем она была феврале так еще и акцентировала внимание на том что все решения будут приниматься на заседания то есть неопределенности в мире настолько много особенно в сектор в с инфляцией да что заседания могут быть и экстренными и ну и так далее так далее то есть фрс пытается быть максимально гибкой поэтому это добавляет еще неопределенности и создает скажем так спрос на кэш далее вот любопытная картинка на мой взгляд пятилетняя инфляция ожидаемая и индекс доллара он умножен на минус единицу для наглядности корреляции то есть чем выше ожидаемая инфляция тем ниже доллара но на сегодняшний день ожидаемая инфляция остается на 20 летних максимумах но при этом индекс доллара укрепляется то есть это в первую очередь говорит на мой взгляд о стакляционных настроениях на рынке то есть у нас есть ужесточение скажем так условий финансовых которые конечно же приведут к зажатию делового цикла и в то же самое время к высоким инфляционным ожиданиям ну понятное дело что из-за крепкого рынка труда из-за высоких цен на сырье из-за высокого спроса он остается высоким несмотря на то что настроение попад потребительские крайне негативные люди продолжают тратить потому что опять таки бегут от той самой пресловутой инфляции которая в будущем будет еще выше товары подражают так далее так далее но в цикле ужесточения денежно-кредитной политики инфляционные ожидания начинают снижаться а это вот кстати связано с это уже отображается на кривой доходности то есть в этом цикле ужесточения когда инфляционное давление и ожидания под давлением также снижаются длинные ставки то есть одна из теорий почему кривая доходности переворачивается с точки зрения макроэкономики это низкие подавленные инфляционные ожидания вот поэтому такие страны как япония с они занимаются контролем кривой доходности да то есть они управляют кривой доходности чтобы она была в нормальном положении то есть выгнутая и это позволяло зарабатывать временную временную стоимость до коммерческим банком и переносить на еще и процентный риск если он может появиться вдруг вдруг появится вот поэтому на мой взгляд ситуация здесь неудивительно доллар уже отыгрывает ужесточение денежно-кредитной политики ожидаемая инфляция пока нет потому что это начнет проявляться на мой взгляд со второй половины года то есть я я думаю что осенью мы уже увидим подавленные инфляционные ожидания что кстати окажут давление на фондовый рынок в том числе но эту картинку я показывал давайте еще раз пробежимся сильно понижены годовые темпы роста реального ввп в штатах с 4 в декабре до 2 8 до 2 и 8 вот в мартовских оценках то есть но очень существенно на текущий год далее без изменений рынок труда остается без изменений инфляция практически в два раза но не в два конечно там в этом 17 раз 16 то есть в декабре 2 и 6 на текущий год псе инфляция то есть это инфляция по потребительским расходам до 43 кор базовая инфляция с 27 до 41 тоже существенно ну и соответственно ставка практически на один процент выросла это консенсус то есть медиана на следующий год 2 и 8 и 2002 чертом тоже 2 и 8 но на самом деле я больше чем уверен что ставка будет выше через несколько лет в районе там 3-4 процентов потому что если посмотреть на тот уровень инфляции который мы имеем на сегодняшний день ставки должны уже быть в районе там там пяти восьми скажем так вот но посмотрим как она будет все получаться многое будет зависеть от производительности труда от делового цикла от внутреннего спроса на деньги и так далее так далее с точки зрения кстати вот банковского мультипликатора это денежная масса денежной базе нанесена от года к году так же сама как и красная линия это динамика годовая динамика индекса доллара мы видим что в январе месяце данные за февраль еще не поступили январе месяце у нас продолжается рост показателей относительно прошлого года но не имею ввиду не рост я имею ввиду возврат к нулевой отметки да то есть у нас по левой шкале нанесена динамика денег банковского мультипликатора то есть мы еще все еще ниже ноля но мы приближаемся в цикле роста ставок у нас всегда банковский мультипликатор растет по и почему потому что растет предложение кредита да то есть банкам выгодно давать в долг и поэтому банки более активно предпредлагают кредит ну и конечно же в текущих условиях не отрицательных реальных процентных ставок которые еще останутся как минимум на текущий год конечно спрос на кредит тоже будет устойчивый то есть и банкам будет выгодно выгоднее давать и кредиторам также выгодно брать не несмотря на рост ставки ну и исторически да конечно же у нас цикл ужесточения денежной кредитной политики это цикл роста денежной массы относительно денежной базы с точки зрения потребительского сектора тоже выгоднее давать в долг я имею ввиду депозиты выгоднее размещать да потому что ставка платится выше то есть люди в цикле высоких ставок задумываются стоит ли потреблять сейчас если можно отложить поэтому собственно эта история вполне себе уместно логический ну и исторически мы тоже наблюдаем эти все показатели да вот рост на ставок особенно обрати внимание в 2004 какой какой рост был с одного процента до пяти процентов очень сильный рост ставок привел да вот к росту банковского мультипликатора ну и цикл который был 16 ну в четырнадцатом началось сворачивание к юге и пошел рост рост банковского мультипликатора рост банковского мультипликатора всегда приводит к росту доллара но это и естественно потому что деньги перетекают из состояния более ликвидных денежная база в менее ликвидные денежную массу поэтому образуется некий дефицит скажем так на валюты долларов я имею ввиду внутри экономики америки ну и конечно снижается предложение денежной базы потому что фрс сокращает баланс то есть это все за ужесточение поэтому я в росте доллара уверен то есть если брать долгосрочный отрезок там до конца года либо на год вперед я думаю что доллар продолжит рост ну конечно с локальными остановками коррекциями и так далее без этого никак ну и далее реальная доходность активов завтра у меня кстати выйдет уже свежий выпуск этого этой стороны оценки я выпущу ее в канале telegram вечером это будет уже уже скопились данные осталось только получить инфляцию по японии и мы сможем построить вот полностью всю корзину на январь месяц у нас реальная доходность про по всем показателям выросла япония отдельная история в японии играется банком японии играется интервенции для того чтобы оживить деловой цикл через экспортеров это неоднократно говорил кстати и я закрыл на этой неделе свой лонг по японцу но у меня был путами на фьючерс на семье да то есть это собственно это на косвенную пару на японец доллар они напрямую доллар японец поэтому я закрылся он это все было опционами она раньше времени далее это и проговаривал что уровень 120 если брать по прямой паре но скоро экспирация через восемь дней через девять дней экспирация поэтому я решил не рисковать и по всем остальным да вот есть рост доходности по базовым валютам но при этом у нас снижение на то есть это все говорит об ожидании то есть мы понимаем что текущие условия ввиду сильного роста инфляции в сша они носят скажем так характер давления на доллар но то что у нас есть момент ужесточения денежно-кредитной политики рынок действует на опережение то есть я всегда говорил что рынок это ожидание рынок это не текущие условия ожидания поэтому любые ценовые модели которые вы бы не использовали они будут неверными то есть на них нельзя операции это модели трендов поэтому нужно всегда учитывать будущее что я делаю кстати по модели в нефти там у меня благо и скоринг я не делал скоринг по доллару и пока не думал как оценивать риски какой коэффициент использовать а если взять а агрегировать предыдущую картинку то у нас доходность активов относительно доллар до доллар имеется ввиду доходность долларовых активов продолжает снижаться относительно доходности активов выраженных в базовых валютах при этом доллар растет да то есть наглядно ожидания мы видим да то есть идут идут четкие ожидания на смену этого вектора конечно же ужесточение денежно-кредитной политики приведут к росту ставок тем более мы видим что рост будет достаточно агрессивен даже на одном из заседаний на 0 5 процента сразу будет я думаю что это будет майская майское заседание поэтому я больше чем уверен что цикл этот изменится и мы начнем разворачиваться разворачиваться вверх так как было это например мая восьмого года если посмотреть на условия торговли то момент тоже крайне интересный в феврале месяце условия торговли рванулись сильно вверх потому что цены на экспорт ну как транслирующие внутренние цены резко выросли относительно цен на импорт и это тоже положительный фактор для роста доллара он не отыгрывался в момент снижения из-за кьюи да то есть мы мы понимали что кьюи была масштабным тем более были разработаны своп линии с другими центральными банками то есть долларами залили весь мир поэтому дефицита доллара не было и тогда я указывал что рост особенно когда мы начали расти уже в начале января и переписали исторические максимумы тогда я говорил что все это дно доллара максимум что я ожидал движение на на 108 до этого движениях 2018 году которого даже не произошло то есть с точки зрения условия торговли есть прекрасные условия для укрепления доллара поэтому на мой взгляд это еще одна такая вот детерминанта которая в пользу роста валютные резервы и курс я беру валютные резервы и резервы евро и к доллару да то есть для того чтобы понять что делают центральные банки по сути это интервенция эту картинку почва себя в телеге там более подробно это описываю просто здесь констатация факта до евро доллар продолжает снижаться но соотношение резервов чуть подросло то есть на мой взгляд эта история опять-таки об ожидании до локально по идее доллар евро должен был запнуться в снижении мы видели его там длительный боковик да но он вышел до в дальнейшее снижение и на мой взгляд надо будет смотреть дальше как это все происходит что что будет происходить феврале да кстати это данный на январь между прочим на что будет происходить далее феврале и если этот показатель будет дальше нарастать то вполне возможно локально какая-то остановка в росте еще будет то есть там боковик растянется просто не на там одну две недели до растянется там на месяц к примеру да и мы увидим месяц но но какую-то проторговку в бок мы кстати видели по моему все феврале такую историю доллара там ну какой-то длительно но и по евро да то есть длительное время была боковая тенденция вот но не более чем потому что опять-таки ожидания говорят о том что скорее всего у нас будет такая вот история но еще здесь нужно учесть одну одну очень хитрую маленькую вещь в моменты ужесточения денежно-кредитной политики резервы тратятся почему по потому что это по сути денежная масса да то есть и про происходит некое за замещение конечно всех их тратить нельзя потому что это поддерживает импорт но происходит некое избавление от валюты в пользу национальной валюты и это конечно же приводит к росту доллара ну к укреплению да потому что появляется дополнительный спрос то есть идет продажа иностранной валюты и покупается национальная валюта то есть это поддерживает уровень уровень национальной валюты поэтому я считаю что цикл цикл вот снижение этого показателя он только начался и будет продолжаться вот на уровне где-нибудь уровня начала 20 года вот там уже нужно будет посмотреть то есть здесь там возможно будет остановка уже роста доллара и снижение евро на на какой-то длительный период может там месяц-два чтобы рынок пришел в себя ну и финале мы это моя авторская модель оценки индекса доллара модели настроения да то есть это она строится по сотам и на прошлый вторник да то есть получается это на там 1 марта дали 8 на 8 марта у нас моя модель подошла обратно к нулевой отметки вообще она очень вяло растет то есть если взять цикл роста к примеру восемнадцатого года да она очень активно набирала ну вот в четырнадцатом до был первый всплеск потом снижение потом резкий сильный рост то есть вполне возможно можно ожидать вот такую историю мы только увидели первые первую волну роста то есть на на сегодняшний день у нас и осциллятор ниже ноля причем очень глубоко который нанесен на авторскую модель что говорит о том что слабость этой модели а по идее в цикле роста должна быть сила но посмотрим как будут развиваться события не исключаю что мы находимся в цикле четырнадцатого пятнадцатого годов и мы увидели только первую часть роста вот по поводу чисто спекулятивной позиции на фьючерсах найсе у нас есть сокращение на 8 марта похожее сокращение было в цикле пятнадцатого года до с дальнейшим потом ростом и дальнейшим ростом индекса доллара да то есть прям таким экспоненциальным скажем так вот поэтому собственно тоже думаю что распродажа это вполне себе хорошо для продолжения роста то есть рынок чуть чуть спекулянты чуть распродались и сейчас у них появляется новый жирок до для того чтобы снова начать выкупать поэтому думаю что вполне возможно зарождается новый цикл на технически как мы уже видели нужно пройтись по выйти из локальной истории боковой ну что ж друзья это весь мой анализ а давайте теперь подытожим долгосрочная уверен своих в росте доллара на мой взгляд рост будет хороший сильные уверены со всеми вытекающие конечно это окажет давление на фондовые рынки на товарные рынки вопрос золотом крайне сложный потому что золото в цикле в этом цикле может тоже себя проявить вместе с долларом почему потому что во первых трижерис до будут хромать они будут снижаться в цене и поэтому спекулятивность просто на них будет снижен естественно вот фондовый рынок тоже думаю что будет под давлением поэтому в цикле снижения фондового рынка будет освобождаться некий кэш который нужно будет куда-то парковать собственно это либо оставаться в кэше который скорее всего будут подъедаться инфляцией поэтому выбор невелик до золото и биткоин скорее всего станут фаворитами в этом цикле вот мы видим что фрс ужесточается относительно ецб ецб не сможет так действовать как фрс поэтому собственно рынок и играет эти ожидания я показал на нескольких примерах что да действительно это ожидание то есть мы видим ряды терминант которые указывают на слабость доллара при этом он продолжает расти то есть конечно это ожидание ну и плюс момент с условиями торговли который поддерживает с точки зрения внешних балансов рынок доллара что еще хотелось бы сказать по поводу спекулятивных вот на настроение на мой взгляд там пришли мы к некому цикла книг к некой части вот цикла роста бифуркация канал локальная она носит локальный характер на мой взгляд она будет боковой потому что все таки и ожидания по доллару на мой взгляд высокие ну то есть бычи и поэтому это не позволит сильно глубоко скорректироваться рынку перед ростом но коррекции это сложные циклы да поэтому они бывают разными и предсказать какая она будет крайне сложно потому что нету начальных точек только вторая волна проходит локального локального цикла коррекции да поэтому нужно посмотреть как мы будем с нее выходить если мы будем выходить ниже лая коррекции то конечно это будет уже некий зигзаг вниз если мы отобьемся то скорее всего это некий треугольник вот после чего я ожидаю росток стак 101 дальше 104 думаю что к маю мы будем на 104 и в принципе в момент уже заседания фрс рынок будет готовиться либо к пробою либо но какой-то затяжной боковой коррекции но я не думаю что фрс до заднюю потому что больше чем уверен что инфляция на ждет высокой в марте месяц потому что мы мы видим все цены на на сырье тут понятное дело что инфляция будет расти дальше а вот что будет уже в апреле это вопрос ну а я оцениваю инфляцию по своей модели моя модель до конца года рисует дальнейший рост инфляции а в общем то сложно будет с ней бороться инструментами денежно-кредитной политики потому что больше вопроса цена на ценах на сырье поэтому если удастся сбить цены на нефть то и на и на другие сырьевые товары то в общем то это будет даже более эффективно чем повышение ставки вот тем не менее да вот ожидаю дальнейший рост и собственно думаю что в следующем месяце то есть следующий выпуск будет в апреле следующий месяц ему же это все все дело переоценим надеюсь что мы будем выше 101 и тогда уже попробуем оценить да что нам ждать дальше от мартовского заседания где будет инфляция в марте будет ли перестраиваться моя модель и так далее так далее так далее друзья всем спасибо за внимание надеюсь что то что я делаю вам нравится и полезно ставьте лайки подписывайтесь на мои каналы youtube телеграм ссылки все в описании есть также есть ссылка на спонсорский канал те кто из россии хотят попасть спонсорский канал пишите в личку обсудим варианты оплаты то есть это может быть либо через донат альерт донатом до либо через крипту то есть ну возможности есть не из россии можно платить через бот которые ссылка на на которого в описании то есть там все проходит все в порядке работает спасибо всем за внимание до встречи на рынках пока